Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Вадим Юрьевич Карасьев прямо сейчас со мной на связи. Здравствуйте, Вадим Юрьевич. Да, здравствуйте, Александр. Вадим Юрьевич, хочу задать вам ряд вопросов по итогам состоявшегося эпохального, переломного Рамштайна. Очень странное и разношерстное заявление звучат. С одной стороны, Америка даст возможность Украине наступать. Наступление обязательно до весны будет обеспечено. С другой стороны, выходит Милли и говорит про некий тактический оперативный уровень. Что это значит? Ну, добрый вечер. Что значит? Они не верят в большое, успешное наше наступление, которое бы закончилось полным освобождением. Всех оккупированных и аннексированных территорий в этом году. Поскольку до этого было заявление Милли о том, что в этом году, то есть в 23-м году, Украине вряд ли удастся освободить все оккупированные и аннексированные территории. Ну, читайте с Крымом. Так, прежде всего, Крым. Ну, понятно, что если в 23-м году, то вряд ли в 24-м году. Потому что, как сказал уже другой американский высокопоставленный чиновник, не военный, а тоже, скажем так, в погонах или без погон, но силовик, разведчик главный в США, Билл Бернс, отвечая на такой тревожащий украинскую власть вопрос, а не будут ли снижены темпы помощи Украины в связи с тем, что в нижней палате Конгресса США нынешнего созыва большинство республиканцев Бернс заявил, по крайней мере, вот так пишет Washington Post сегодня, что, да, могут быть проблемы. То есть не нужно нам настраиваться на то, что в 24-м году помощь будет такой, как вот в конце 22-го и начало 23-го года. Ну, тем более, понятно, там не только факт республиканцев в нижней палате, но и нежелание многих западных элит продолжать длительную войну на истощение, многолетнюю войну, по примеру Первой мировой войны, которая длилась 4 года, 14-й, 18-й год, и Второй мировой войны, 39-й, 45-й год. Ну и президентская кампания в США тоже уже в 23-м году, второй половине 23-го года почти начнется официально, праймерис партийный республиканцев, демократов. Да, в общем-то, она уже сейчас началась, судя по вбросам медийным, так, по поводу так называемых секретных документов Байдена, но Байдена сливают. Как только появились первые заявления о том, что Байден собирается на второй срок, на переизбрание в 24-м году, сразу пошли разного рода утечки, расследования, и это только начало. Опять по сыну начнется и Украину там тоже вспомнят, если уже говорить за сына возьмутся по-настоящему, не так, как в 20-м году. А вот именно сейчас. Ну, понятно, что президентская кампания началась. Страна, Америка, входит в электоральную политику, и, стало быть, конечно же, внимания к Украине может стать меньше. Так вот, значит, если в 23-м году не удастся, то, учитывая вот эти факторы, на которые я сейчас обратил внимание, факты и факторы, то, наверное, в 24-м, а значит, вообще получается. Это расходится с теми военно-политическими задачами, которые поставлены украинской властью, а именно провести большое наступление, успешное, конечно, для того, чтобы освободить в 23-м году все оккупированные, аннексированные территории, конечно же, Крым. Во-вторых, вот в этом же, причем, обратите внимание, и заявление, вот это, на которое я обратил внимание, вот, которое процитировали вы, оно примерно звучит так, что нынешняя военная помощь Украине призвана обеспечить успешное наступление украинских войск на оперативном и тактическом уровнях, точнее, на тактическом и оперативных уровнях. То есть предполагается, что это наступление вряд ли поменяет военно-стратегическую динамику или военно-стратегическую ситуацию на театре военных действий. Да, оно может быть успешным, да, оно может быть тактическим, оно может быть оперативно успешным. Ну, например, по примеру Харьковского наступления. Но если говорить в целом о стратегической ситуации, то, как подчеркивается, вот в этом заявлении Марка Милли, это главный генерал, главный военный, четырехзвездный генерал США, начальник генерального штаба США, он называется по-другому начальник комитета объединенных штабов, потому что там военно-морские силы, там военно-воздушные силы, сухопутные и так далее. Вот он начальник объединенных всех штабов. Так вот, Милли как раз встречался накануне с генералом заложенным, главкомом Украины. И, наверное, вот эти высказывания, ну, наверное, так, результат консультаций, взаимного обмена мнениями, была информация, что они склонялись над картами, провели оживленную дискуссию, обмен мнениями. И это результат тоже, вот, встреч и понимание реальности на поле боя, военной реальности, не желаемых политических целей, военно-политических целей, которые может, как бы так, и должно ставить военно-политическое руководство, выше военно-политического руководства. Но у военных своя логика, логика реализма, логика боя, логика оперативная, тактическая. Вот поэтому, если так заявляется о том, что провести успешное наступление на помочь, военная помощь должна обеспечить или помочь успешное наступление украинских войск на оперативно-тактический уровень, значит, надо понимать это как? Без Крыма, а стало быть и уровень военной помощи, для того, чтобы освободить всю территорию, а вот провести или обеспечить успешное тактическое наступление или наступление на оперативном уровне. Ну вот так выглядит история, значит, быть уже с этой точки зрения, вот закрадываются смутные сомнения, так, или там тревожные какие-то вещи о том, что неудача в Рамштайне, вот, по сколачиванию леопардовой коалиции, или неудача Леопардова-Рамштайна, она, ну, не то, что не случайна, но что-то под этим есть не просто, скажем так, какие-то севминутные там трения или какие-то несогласованности технического характера, а речь идет о том, что сейчас Запад, западная коалиция военной помощи Украины, уперлась какой-то, если не доктринальный, концептуальный, но все-таки какой-то оперативный тупик, что дальше делать и как помогать. Но здесь возникает главный вопрос, смотрите, то есть... Какой должен быть, тупик в чем? Какой должен быть характер военной помощи Украины на данном этапе войны, когда Россия скопила резервы для большого наступления, и чем должна ответить Украина, и чем должен ответить Запад? Ответ этот пока, по крайней мере, я так думаю, пока на данный этап не найден, к сожалению. Еще раз говорю, это вопрос не только технического сбоя, но и военно-политического сбоя, несогласованности проблем, несогласованности военного планирования Западного альянса военной помощи Украины. Ну вот, вот эти все высказывания, с которых вы начинали беседу, и которые были дополнены уже мною, так, высказывания того же Марка Мели, вот они подчеркивают не случайный характер вот этого сбоя. Давайте теперь вот это в общем, а теперь в частности, танки не получилось, не срослось, хотя челленджеры Британия поставит, абрамсы понятно, что никто не поставит, ну и леопарды пока что нет, и ожидают, что решение будет принято вот ближе к весне, когда ВСУ пойдет в контрнаступление. То есть, решение будет принято к весне, если переводить это на такой обычный язык, вы наступаете, а мы посмотрим, давать или не давать танки? Даже не так. Понимаете, вот если говорить там о челленджерах и прочее, ну да, или сколько там, один эскадрон, как сказал, у Олис, министр обороны Британии, 14 челленджеров, и вообще они как бы не очень, об этих танках не очень хорошо отзываются военные специалисты, западные. Самые лучшие танки это Аброс и Леопард. Американцы не дают, скинули эту проблему на Шольца, Шольц скинул эту проблему на нового министра обороны Бориса Приториуса, а тот оказался крепким орешком. Что вы хотите? Птенец гнезда Шрёдерова. Шридерианец как бы. Сейчас все будут об этом говорить, искать шрёдеровский след. Ну, вы знаете эту историю, что он, гражданская жена, бывшая жена Шрёдера, а в свое время Шрёдер и его гражданская жена дружили с семьей Путина, и он взял на усыновление. Без родителей, ну, ребёнка в России усыновил его или удочерил, я, к сожалению, не помню сейчас. И сейчас это, перешёл этот ребёнок по наследству, перешёл, ну, как бы, кавычка, перешёл по наследству Приториусу. Так что будут искать вот этот след. Ну, это проблема не в личных там, скажем так, каких-то особенностях нового министра обороны. Ну, Шольц, скажем так, хитрован. Вовремя, так сказать, построился. Ламбрехт убрал. Так, поскольку она бы с этим, конечно, не справилась, и что-нибудь там, как бы, не то сделала. А вот Шольц, скажем, тут такой подсунул, как говорится, подарок, в кавычках, всем. Тем, кто выступал за немедленное представление, предоставление Украины леопардов. Но есть ещё один момент, смотрите, по поводу военной помощи. Одно дело, когда по всем запасам, по всем сусетам, по всем амбарам, по всем закромам евроатлантической родины, конечно, так, иронизируют, искать советские танки. Ну, нашли их, где только можно, где только их не было. А в своё время Советский Союз наплодил этих танков. Будь здоров. Так, в России они ещё сохранились. И предоставлять Украине. Это одна история. В каком смысле? Ну, во-первых, не надо готовить персонал для управления этими танками. Рембит, базу соответствующую. И так далее. Главное, ну, подбили бывшие советские танки. Или подбили танк советского производства. Кому от этого? Хорошо, что подбили. А если будут гореть на поле боя, там где-нибудь под Бахмутом, или где-то под Запоружьем, так, под Мелитополем, Абрамсы и Леопарды. Как это будет, какой это будет удар по имиджу хвалённых танков, хвалённых танков Леопард, хвалённых Абрамсы и так далее. Это уже другой, скажем так, подход к военной помощи должен быть. Почему? Потому что тут же ещё речь идёт о продаже вооружений на межовом рынке вооружений. Это уже удар по имиджу военного производства или военно-промышленного производства и продуктов, или продукции военно-промышленного производства США, Германии, которые, ну, на рынке вооружений борются за ниши на рынках вооружений и так далее. Вот идёт же борьба между патриотами. Думаете, почему патриоты тоже так не очень? Это дают особенно новейшие. Ну, во-первых, потому что новейшие могут попасть там, скажем, в руки врага, разобраны, изучены и будет создано контроружие. А во-вторых, всегда же идёт борьба. Чьи лучше ПВО? С-300, С-400 или патриоты? Ну, вот Эрдоган же закупал С-400. Так, почему? Потому что С-300 и С-400 считаются лучше, чем патриоты. И у нас-то С-300 были ещё в советских времён, но просто их мало для того, чтобы закрыть небо. Но, в общем, идёт ещё вот этот, как бы надо учитывать этот комплекс вопросов, связанных с тем, что фактически сегодня в Украине, как на театре военных действий, испытывается новый вид вооружений. Или испытывается прочность техники военной стран. Те же Леопарды, Леабрамсы. И это потом будет иметь значение для многих государств, которые сейчас, а сейчас такой период, этап, что все страны будут закупать новейшее вооружение. Сейчас идёт этап милитаризации всех государств. Бюджеты военные увеличиваются в разы. В разы увеличиваются. И, значит, будет борьба за рыночные ниши и прочее. Значит, одно дело советское вооружение, а другое уже, скажем так, НАТОвское вооружение. Вооружение стран государств НАТО. Я уже не уверен про то, что всё-таки Леопардов примерно две тысячи. Так? Значит, челленджеров меньше намного. Значит, Леопарды считаются лучшими танками, одним из лучших танков. Значит, для того, чтобы эффективно проводить наступление, нужны Леопарды в большом количестве. Поэтому вот в этом ещё, скажем, ну, своя есть, свой подтекст. Почему вот столкнулись, скажем так, вот это... И Рамштайн споткнулся о Леопарда. Почему Рамштайну не удалось одолеть Леопардов, Леопардовую тему. Поэтому всё разошлись на время для того, чтобы думать, а как двигаться дальше. Но если даже примут, вот вы начинали вопрос, примут решение, чтобы поставить там весной. А обучить персонал? Раз. Сколько времени надо? Ну, хорошо, можно учить, пока решение будет приниматься там и так далее. Дальше. А как потом перевозить его? Его же надо транспортировать. Как создавать ремонтную технику? Где их ремонтировать? Там подбили Леопард. Где его ремонтировать? Везти через всю Украину с востока на запад, на железнодорожных платформах, для того, чтобы их отремонтировали где-то там в Словакии, в Чехии или в Польше. Но это, скажем так, с военной точки зрения, ну не то, что даровое удовольствие, но повышает стоимость, конечно, войны и стоимость обслуживания. Ну и достаточно неоперативная, длительная. Словы тоже упираются в это все. Я уже не говорю, что это как бы наступательное вооружение, это новый виток войны. Одно дело оборонительное, другое дело наступательное. Поэтому, видите, ну они пилюлю подсласили немцы. Они предоставляют Украине там зенитки какие-то, не самые новые, там ПЗРК. Там американцы дают неплохие, там Брэдли, эти БМП, так, или боевые машины. Вот, и дают и новые БС-наряды, и дают и противовоздушные, противоракетные комплексы. Но это оборонительное. Ну Брэдли наступательное, сори, так. Но это все то, что немцы дали на миллиард евро, как они вот только что было сообщение. Это все оборонительное. А что, какая формула войны, например, у того же, ну формула понимания войны в Украине, у того же Шольца. В отличие, например, от поляков, британцев и балтийцев. Что он говорит? Мы должны не дать, не, мы должны нанести поражение агрессии России в Украине. Не России, а агрессии. И, во-вторых, главная формула, которой всегда руководствовались вот до этого этапа страны НАТО и весь Западный Альянс относительно войны в Украине. Не дать победить Украине, ой, простите, не дать победить России, не дать проиграть Украине. Вот, значит, не дать проиграть, это не значит создать возможность для полной победы. Поэтому оборонительное оружие. А Россия как? Вообще, я так думаю, вот какая формула получается в результате. Запад, его императив, не дать победить России. А с учетом возможного наступления Украины, задача России не дать победить Украине. Видите как? Не дать победить России, это Запад. Не дать победить Украине, это Россия. Вот в этом, в тупике вот этом и застрял, застрял леопардовый поезд западной коалиции или коалиции Рамштайн. И пока этот леопардовый поезд стоит в тупике железнодорожном, если уже так проводить дальше аналогию. И как выходить из тупика этого, это, конечно, ну надо думать, наверное, и мы что-то скажем, как бы более, может быть, резко. Например, Зеленский же говорил, вот кому-то отдал, АРД, по-моему, немецкому телевидению интервью, он достаточно поблагодарил, но в то же время как-то и упрек высказал Шольцу. Ну, мягкие, скажем так, выражения, все. Ну, сейчас, наверное, может быть, и выражения будут покрепче. Потому что мы ждали и мы ждем не препирательств внутри Западного Альянса или сбрасывания ответственности, скажем, по лестнице, ведущей вниз. Сейчас американцы на Шольца, Шольц на своего министра обороны, а министр обороны новый. Пока еще ничего не знаю, только вхожу в курс дела и вообще. Я подумаю, мы подумаем, как это сделать. А ждем, ну, более конкретных решений, ждем все-таки, что будет найден леопардовый компромисс и, в целом, западный танковый консенсус относительно помощи в наступательном тяжелом вооружении, без которого проводить массированные, масштабные наступления, конечно, будет намного труднее и с большим количеством жертв. Вадим Юрьевич, зачем немцы публикуют данные о очень тяжелой ситуации на Донбассе и колоссальной потере вооруженных сил Украины? Это же под Армштейн сделано? Какой-то, наверное, я бы тут не исключал. Не хотелось бы тут конспирологию нагнетать, но это не мой сайт и не моя стихия. Но, тем не менее, нельзя не увидеть в этом, как там, дорогое яичко к Христову дню, дорога ложка к обеду, что это как бы к столу, в котором принимали участие или вокруг которого были представители всех стран коалиции Рамштайна. Причем, что характерно, это был доклад или утечки части доклада БМД, немецкой разведки, Бундестаг разведки. Они публикованы в журнале «Шпигель», то есть они стали достоянием публичности. Это не просто утечка, а, по-моему, это, да, публикация в «Шпигель» о том, что вокруг или вот во время или вокруг боев в «Солидарии» Бахмуте вот сейчас мы теряем, как там сказано, трехзначные цифры потерь. Трехзначные цифры потерь. Ну, это, конечно, ну, для европейца, отбывателя, но это цифра, скажем так, очень тяжелая и большая. Но мы, к сожалению, как бы, мы привыкаем к тому, что цифры потерь большие во время войны. Понятно, что у нас другое отношение к войне и в каком смысле, что она война на нашей территории, не хотим войны, но приходится киножеру для того, чтобы осваивать территорию и сдерживать наступление. Россия, которая не жалеет солдат, мобилизованных и так далее. Но понятно, что если такие цифры попадают, то возникает, может возникнуть такой вопрос у западного, скажем так, или немецкого бюргера, налогоплательщика, политика и так далее, и так далее. А если такие жертвы, то, может быть, надо, скажем так, не увеличивать помощь, а, по крайней мере, держать ее на приемлемом уровне, потому что чем больше помощи, тем больше жертв. Ну, то есть, тут уже такие цифры начинают, скажем, могут формировать какую-то, скажем, недостаточную уверенность в военном успехе Украины, вот так скажем. Потому что после Харькова, после Харькова, после удачного наступления, тогда и военный успех, и военная удача, безусловно, были на нашей стороне, вот, ну, было такое общее консенсусное мнение, что вот-вот-вот еще и Украина может дожать, так, и освобождать дальше территорию. Ну, вот, под Солидаром и Бахмутом, вот, когда идут вот такого рода сообщения, то вот это проявляется усталость бюргера-обывателя, вот, от войны. Так, и второе, ну, начинает, скажем так, теряться или угасать, или уменьшаться вот эта уверенность в успешном большом наступлении. Может, не случайно, вот, Милли заявляет, делают такие осторожные заявления, так, вот, последнее время. Но вообще, Милли, если говорить о Марке Милли, так он еще после Херсона, после того, как Россию выдавили, так, из Херсона, и она вынуждена была перейти в глубокую такую эшелонированную оборону по левому берегу Днепра. Тогда Марк Милли сказал, что вот есть высшая точка успеха, как учат военные теоретики и военные практики, так, например, Эдвард Людвак, известнейший, живой классик военной мысли, что надо всегда зафиксировать высшую точку успеха в вашем, скажем так, военной компании или политической карьере и так далее. И вот Марк Милли тогда говорил, что вот сейчас наилучшая возможность для того, чтобы на победном настрое садиться за стол переговоров в Украине, с Россией, и дальше, скажем так, начинать уже делать упор не только на военные действия, но и на военную дипломатику. По крайней мере, так Марк Милли тогда говорил, если посмотреть заявление, прессу, медийный контекст ноября, начало декабря 2022 года. И, кстати говоря, тогда же и Энтони Блинкен так осторожно заявлял о том, что победа для Украины – это выход на границы 24 февраля. После визита Зеленского в США, ну, американская администрация поменяла как-то свое мнение, и они, скажем так, не высказывали больших сомнений в том, что можно освободить... Что задача победы Украины – это освобождение всех территорий Украины, которые оккупированы, аннексированы и так далее. Возможно, когда Милли и Залужный, возможно, давайте это, скажем, представим, так, точно мы не знаем информацию, и понятно, что точной информацией обладают 3-4 человека, может быть, чуть больше. Так и все, бывшее военно-политическое руководство и все. Так вот, может, тогда, когда над картой склонялись и анализировали в Польше ситуацию на театре военных действий, или и Залужный, а также с учетом того, что какую информацию владеет военная разведка и ЦРУ, после мобилизации, проведенной в России, после назначения Герасимова начальником Генштаба, после того, как, наверное, есть разведданные о военных планах России, и вот Западный Альянс, или западные военачальники, но которые во многом управляют, так сказать, войной, так, в целом войной, не просто военными действиями, а войной в целом, и Западный Альянс, который американцы управляют же войной, вот приходят к выводу, что нужно скромнее цель, учитывая вот накопленный резерв, накопленные резервы России, а во-вторых, скажем, под эти скорректированные и более реалистичные, это скорректировать и военную помощь, с учетом также тех факторов, которые, что это все-таки отечественные, как говорится, военные техники на мировой планах вооружении. А тут это уже другая ситуация, когда там ягоды горят, будут гореть, например, на поле боя, там, те же леопарды или те же абрамсы. Ну, вот. Ну, странная логика, Вадим Ильич. Странная логика. Поэтому Милли еще заявлял тогда, что точка, точка странная сия. Да, странная логика заключается в том, что, Ну, ладно, танки горят, но американцы себя странно ведут. Понятно, Ллойд Остин рассказывает о том, что, ну, там, безуспешная компания Российской Федерации, там, много потерь и так далее, и так далее, и, ну, с ним тяжело поспорить, он, наверное, прав. Но, Вадим Юрьевич, я, я не могу понять, почему Атакмсы не дают, вместо этого, там, британцы какие-то дальнобольные ракеты дадут, а американцы не дали. Про Абрамсы, ну, это мы уже обсудили. То есть, складывается впечатление, что, ну, как бы, они нам очень близки, но не настолько. А мы что, члены НАТО? Они помогают нам для того, чтобы сдержать Россию и дать ей победить. Понимаете? Они же, они же, знаете, если мы члены НАТО, то это другая история. Тогда они воюют своим оружием натовским, своими контингентами. Это война, война. Русская пропагандистская война против России, ее уничтожения и так далее, и так далее. Поэтому для нас это священная война против Запада. Ну, мы же понимаем, что это пропагандистский клише, что это спайка, скажем, пропаганды и неправды. Ну, в общем-то, что одно и то же. Задача Запада сдержать Россию, не дать ей победить. А не дать ей победить, это не значит, что дать выиграть Украине. То есть, задача не дать победить России в Украине, на поле боя в Украине, это еще не означает автоматически, для них, по крайней мере, полной победы Украине. Это уже наша задача. И не только, если не военная, ну, не получится военная, то дипломатическим путем, как бы, освобождение всех территорий. Ну, Крым, например. Это же проблема Крыма тут касается. Почему так сказано? Наступление на оперативном и тактическом уровне. Крым нет. Не-не. Почему? Это новый уровень войны. Это уже война не для того, чтобы не дать победить России или сдержать Россию. А уже, ну, война по-серьезному. С эскалацией, прямым вовлечением войны. А это уже другой уровень. Как бы и военно-технические, и военно-оперативные. И будут эти Абрамсы, и эти Леопарды с одной стороны гореть, а с другой стороны арматы, прорывы и так далее. Если уже допускать вот такой род войны, прямой НАТО, или там США, и союзников по НАТО, и Российской Федерации, а никто не хочет. Вы же смотрите, что задача, как помощь или помощь или дозирована. Она идет таблетками, она идет уколами. Вот Рамштайн, там, в очном или в онлайне, это такое, как бы, амбулаторное лечение, я бы сказал. Пришли, сделали укол, проверились, пошли дальше. А не, скажем так, действие постоянно оперативное, военно-оперативное, или военно-стратегическое, которое касается там планирования военного. Так что, да, в НАТО помогает, там, космическая разведка, технические, обучение, тренировочные миссии и так далее. Но это помощь со стороны. Знаете, звонок другу, это называется. Как там в этих программах, там, миллион, там, или как там. Ну, понятно, что такое звонок другу, так, в таких случаях делается. Но не больше. Но не больше. Поэтому, вот, и так, такие заявления, такие действия, потому что не Путин не хочет войти с НАТО. Поэтому где-то сдержанно, где-то сдерживает себя. И не открывает все карты, между прочим. Все карты он не открывает. С точки зрения вооружений и других действий. Да, война на нашей территории кровавая. Но карты еще не открываются все. Почему? А вдруг придется? А вдруг что-то, сбой будет? И они войдут уже, так сказать, не просто в спираль эскалации, а в такой клинч. Так, военный. Это раз. Не более того. Не для того, чтобы там резко увеличить помощь и, так сказать, провести хирургическое вмешательство. Это терапия. Это военно-техническая терапия. А не военно-техническая хирургия. Или военно-техническая терапия. Но еще ядерный фактор давайте не будем забывать. Да, сейчас он не играет в такой роли, по крайней мере сейчас. Но, тем не менее, Бог, может мало что быть. Может мало что быть. О нем вспоминали. Вспоминают его, втягивают его. Конечно, он не работает так, как он работал, например, лет 40 назад. Вспоминай, в 80-е годы, когда в Германии шли антивоенные митинги против размещения ракет баллистических с ядерными боголовками средней дальности Pershing 2 со стороны Советского Союза, С-20, по-моему, или С-20. Извините, если что, напутал. Ну, кстати говоря, в этих же демонстрациях принимал участие Шольц. Молодой, кучерявый, длинноволосый. Там где-то фотография мелькала. На одной из демонстраций он шел под антивоенные митинги. Но я помню эти антивоенные митинги. Шли волосатые, бородатые, последние моди, полухиповые немцы. Шли с детьми. Это были многолюдные митинги против размещения ракет. На территории Германии, потому что ФРГ тогда, ну, в Западной Германии, ФРГ, Форпост. Да и сейчас Германия остается военным Форпостом в Европе. В США там 100 баз примерно находятся. Рамштайн, да вот мы говорим, Рамштайн, Рамштайн. А это же база США, и там юрисдикция американская. Да, Вадим Юрьевич, я хочу... Так что сейчас атомное оружие, к сожалению... Нет, точнее как, нет его страха. Но, тем не менее, это все начинают... Как бы капля, по принципу, капля камень точит. Начинается больше и больше. И многие начинают, скажем так, обращать внимание и на этот фактор. Да, друзья, я хочу всех пригласить подписаться на YouTube-канал Вадима Карасева. Он будет отмечен как пользователь YouTube. Ссылка в описании. Подпишитесь на мой канал, поставьте лайк этому видео. Напишите, что вы думаете, какие у вас впечатления от итогов Рамштайна. И мой финальный вопрос, наверное, он самый главный. Ну, если так тезисно, мы, конечно, обсудили. Будет там еще больше подробностей. И будем надеяться, что не просто так, Ермак... Саш, Саш, я сейчас... Ну, ну. Будем надеяться... Да-да-да, слушай. Будем надеяться, что Ермак, да, вот, когда говорил о том, что, ну... Да, вот, не все, о чем говорят, точнее, ну, о чем говорят, это не все, что поставляют в Украину. То есть будем иметь как бы в виду и это держать в уме. Но у меня самый главный вопрос. Вадим Юрьевич. А что будет Россия делать до весны? Ведь такое ощущение складывается, что отсутствие вот этой компромисса, да, компромиссной линии по танкам, вот список вооружения, которое вот утвердили и будут поставлять, это как такое своеобразное приглашение наступать. Не находите? Да, может быть. Наступать и потом контрнаступать. Может быть, это хитрость. Тоже военная хитрость. Никто не отменял во время войны. Потому что на войне действует нелинейная логика. Ну, вот Эдвард Людвак приводит пример действий нелинейной логики во время войны и во время мира. Во время мира наилучший способ передвижения – это по шоссейной дороге, да или нет? По асфальтовой, по бетонке и так далее. Что это скорость, это экономия техники, она не разбивается. А во время войны самый оптимальный способ – это грунтовая дорога. Потому что никто… Надо обойти. Потому что она меньше просреливается и так далее. Поэтому то, что во время мира считается оптимальным – та же дорога. Так? Хайвей, например. И во время мира – хайвей оптимальный. А во время войны – проселочная дорога. Через болото, например, или еще как-то. А сейчас же под Белоруссией, например, на северной границе. Мы говорим как? Наступления от Белоруссии не будет, потому что там болото. Много болот, и это, конечно… Черт его знает. Так же был, по-моему, Белорусский фронт во время Второй мировой войны, когда наступали на немецкие войска. Тоже не ожидали со стороны болота. А вышли со стороны болота. И все. И немцы были врасплох застегнуты. Ну ладно, отвлекаюсь. Поэтому вот может быть и такая военная хитрость, что ждем большого наступления России для того, чтобы найти уязвимые места. Видите, они все решают как бы масштаб техники. Может быть, об этом думали и размышляли Мели и Залужные. Найти уязвимые, больные места, бреши в расположении российских ОСК, в их обороне и ударить именно по ним. Ну, в общем, как любой спортсмен, или борец, или боксер, они тоже как бы не всегда надеются на силу кулака. А часто выиграют бои вот такие, батлы. Тех, кто знает уязвимые места своего соперника, бьет по ним и ослабляет его, и потом уже вырубает, посылает. Так что, может быть, и такие варианты. Поэтому будет наступление, будем надеяться на то, что к этому времени подоспеет и новый пакет военной помощи, и тогда можно ожидать и успешного контрнаступления. Иногда это приносит больше успех, чем такой, знаете, навал, такой большой массированный шторм. Но это уже пусть больше и лучше скажут специалисты по именно военно-боевым, хотел сказать искусствам, но военно-боевым, скажем так, сражениям. Те, кто непосредственно знают, что такое поле боя, и анализируют работу в военном поле. Панцирь-С на крышах домов, прикрытая резиденция Путина в нескольких километрах ПВО, даже взлетная там полоса аэродрома, тоже в Московской области, Газпрома, обилие вот сообщений, фото, с видео, демонстративного характера, как прикрывается Москва. С одной стороны, ну, как бы ухмыляешься, понимая, что там дроны долетают до Энгельса, а Энгельс дальше, чем Москва. С другой стороны, показной характер этих действий навеивают очень какие-то неприятные мысли. Складывается впечатление, что готовится какой-то страшный удар по Украине, а вот эти комплексы уже готовы для возможного ответа Запада. Запада ответа, да? Со стороны России? Нет, я думаю, все-таки это понимание того, что беспилотники, дроны, какого-то можно называть, они могут уже доставать эти более глубинные территории Российской Федерации, не только, там, Курск, Брянск, область, в область, так, или тем более Белгород. Ну, мы же показали, что с пилотниками, там, стриж, можно бить по Энгельсу. Саратовская область, ну, это не близко, километров 600, так, от границы Украины. От Харькова до Москвы, ну, километров 700, может, даже меньше. Поэтому, на всякий случай, надо готовить, понимают, что вот и такая может быть ответка. Ответка за что? Ну, не думаю, что тут, ну, не ответка, а за ихние эти, как бы, удары шахедами и ракетами по Украине, по Икс, как там, Икс-22, ну, что же, потому что Москва может быть законной военной цели, а почему нет? Ну, 800, с точки зрения логики войны. Если Киев или другие рода Украины, законная военная цель, да, Россия, так почему нельзя предположить другого? Это было бы даже странно. Но пока я не думаю, что ракеты есть такие, Эльза подаст такие ракеты. Это уже, как бы, мы можем здесь действовать более свободно, исходя из логики войны в нашем понимании, а не в американском понимании, потому что, как их задача, они дети. Но не победить ее, вот так скажу. Так что, да, это такой символический, конечно, шаг с точки зрения морально-психологического, символического вещи, достаточно неприятный для них, но тем не менее готовятся тоже, значит, и к такому повороту, к такому сказать, кстати говоря, это тоже важный момент, потому что мы все на танках, скажем так, танки-танки-танки, вот как будто это универсальное какое-то вот ключ ко всему к победе, универсальная отмычка. Ну, что-то сродни Вундерваста, как когда-то во время Второй мировой войны, надеялись на чудо-оружие, какое-то чудо-оружие. Не чудо, а тоже и горит, и тонет в воде танк, и горит, и так далее. А вот что американцы хитрее сделали, во-первых, эти Брэдли или Страйкеры, так, вот эти платформы модульные на колесах, которые быстро, маневренно перемещаются. Танки-то тяжелые, эти перемещаются, это хорошие такие, как бы, контрудары делать, контрнаступления. И они хороши, потому что модульные платформы, там можно менять, например, минометы или еще, как бы, в общем, они более универсальны в своем применении. И второй момент, вот они дают же эти, как там, прыгающий боеприпас, который дальность 120-160 километров. Почему? Бить по, ну, целиться по, например, оккупированному побережью Азовского моря и сдерживать российское наступление, как бы, с тыла, обстреливая, что, логистические цепочки, хабы снарядов, там, место скопления военной техники, живой силы. Это приносит успех, между прочим, потому что в современной войне при таких затратах снарядов, орудий, танковых и так далее, и так далее, очень важно, как бы, постоянная подпитка, постоянная подпитка боеприпасами, боекомплектом и так далее, и так далее, вооруженных формирований или тех, кто непосредственно находится на поле боя. Нету, значит, все, живая мишень в нынешних условиях. Поэтому, может быть, ничего страшного, как бы, тут нет, что мы там, или я-то точно думаю, что ничего страшного в этом нет, но не надо преувеличивать то, что вот Рамштайн закончился, ну, скажем так, знаком вопроса. В вопросе, извините за каламбур, в вопросе поставок танков «Леопард» в Украине со стороны Германии. Вадим Юрьевич, ну и чтобы точку поставить в этом, ну, таком достаточно неутешительном, да, в плане динамики развития ситуации заявлений, Рейдерс сообщает, что Соединенные Штаты Америки просят Киев пока не наступать. Агентство сообщает, что там есть высокопоставленные лица и советуют они, в общем, Украине воздержаться от начала крупного наступления на российские войска до тех пор, пока вот эти вот последние поставки американского оружия не будут получены, ну и закончится подготовка военнослужащих. А, видимо, есть такая идея и потребность ударить первыми. Правда? Ну, не знаю, есть такая идея или нет, я же не буду тут не отрицать, не подтверждать, да и вас утешать не буду, хоть вы говорите неутешительное. Я не увеличивал бы там, скажем, относительную неудачу или тупик нынешний так вот по поводу качества и характера пакета военной помощи Украине. Так Запад еще до конца этот вопрос не решит. Ну, смотрите, понятно, что, ну что там банально себе говори сейчас, вот я скажу банально, наступления должны быть подготовлены. Ну понятно, ну же банально, так скучно. Как говорил генперсонаж, скучно делать, вы знаете, кто смотрели, так, а я бы обратил внимание, вот может быть нагонен чуть-чуть воображение или там предположение, а знаете, у Путина тоже готовы к наступлению, а они не наступают. Не знаю, может эта погода не позволяет пока, так, нет уж морозов, плюсовая температура, плюс здесь, поэтому наступать тяжело, тяжелые техники, так, может быть другие какие-то пока ждут пополнение резервов и нужно, скажем так, под бахмутом решить и потом как бы уже начинать. А может быть вот это накопление резервов в мобилизации, такой как бы и ход, в том числе дипломатический, военно-дипломатический ход. А вот давайте, может быть, сейчас договариваться, иначе будем наступать, иначе может быть хуже, а иначе куча жертв. Может быть такой вариант, может быть. Но не случайно, что там восьмого, то есть седьмого, да, рождественское перемирие такое, так, и шли какие-то дольные. Давайте, Запад, думайте, стоит ли переходить на новый виток войны, на новый виток войны. И может и Запад тоже сейчас думает, а стоит ли, будет ли удачное наступление. Я же приводил пример, Марк Милли считает, что пик военных возможностей Украины, вот он был под Херсоном. Сейчас надо как бы увеличивать в разы военную помощь, для того, чтобы вот выйти на траекторию военного успеха. Не просто поймать военную удачу, а просто выйти на траекторию военного успеха, обеспеченного военного успеха. Может быть, такой вариант был. Понятно, это не совпадает с нашими военными планами и так далее. Но вот пока, мне кажется, знаете, напоминает стояние на реке Угре в 1460-й год, последний. Да, по-моему, 1460-й год, когда стояли Тахтамыша, ордынские войска и войска в Москве. Постояли, постояли и разошлись. Может быть, и такой вариант. И тогда все, так сказать, орда ушла. Может быть, такой вариант. Да. А нет, ну вот смотрите, в этой ситуации вот мы много же рассуждали и вас, и не только мы с вами, а по поводу назначения Герасима, начальника Минштаба. А два Валерия, они друг друга уважают. Может, они подпишут перемирие какое-то. Военные. Такой же вариант был. А всегда военные подписывают первое перемирие. Или там режим прекращения огни. Чтобы собрать условия уже для другого. И тут военные. Политики не замазываются, они сохраняют свою электорально-политическую невинность, как говорится. А во-вторых, это делают военные, потому что военным легче объяснить. И сказать, ребята, я военный, я знаю, что такое смерть, что такое жизнь солдата, что такое вообще война, что такое траншеи, что такое и так далее, и так далее. Поэтому если какой-нибудь гражданский там, какой-нибудь диванный, фейсбучный патриот, вояка, боец, а фактически милитаризованный болельщик, как давал определение вот такого рода персонажам, Майкл Манн, крупнейший политолог и социолог, ныне живущий, англоамериканский, он так и говорил, что он милитаризованный болельщик. Они смотрят на войну, как на футбол, ничем не рискуя, сидя в уютных квартирах, у телевизора, у гаджета, у дисплея и так далее, у, как там называется, планшета. И подбадривают, так сказать, давай-давай. Ну это милитаризованный болельщик, а военные-то знают, что такое. Смерть, кровь, жизнь, солдаты, вообще жизнь военная. Часто ж военные подписывают, а потом уже политики. Понятно, все аналогии хромают, и нельзя как бы в тупую так проводить параллели, например. Первая мировая война. Мы подписали сначала военную, а потом уже в 18-м году, а потом уже премьер-министры, американский президент Вильсон, Ллойд Джордж, премьер Британии Клемансо, премьер Франции и ряд других уже, скажем так, политиков, руководителей, государственников, обеспечивали политическое оформление окончания военной. Может быть и так. По крайней мере, Залужному легче будет подписать это соглашение с Герасимовом, а не с Суровикиным. Потому что Залужный же с уважением, как и Герасимов тоже. Они как, знаете, профессионалы, несмотря на то, что по разные стороны баррикад, но тем не менее уважают друг друга за профессионализм. Тут ничего нету зазорного, потому что в этом же и показатель того, что война не должна переходить границы. Так, потому что не должна превращаться в абсолютную тотальную войну, а враги не должны превращаться в абсолютного врага, потому что тогда война расширяется настолько, что она в этот водоворот, воронку войны, втягивает все и вся, и всех. И вместе с ними болельщиков, милитаризованных, которые потом становятся жертвами. Либо как гражданские, либо как вынуждены будут, мужики вынуждены будут мобилизовать и так далее. Поэтому тут надо всегда быть осторожным. Понятно, что легче. Ну и всегда, например, Мили и Герасимов, они же поддерживают контакт с войной в США и России, но тем не менее по разной стороне баррикад. Так что я бы не исключал вот такой поворот в этой всей тяжелой, сложной военной истории, как говорится. Да, Вадим Юрьевич. Но, в принципе, события следующих, скажем так, начала февраля, они уже все покажут. Как дальше будет быть, обострить им надо. Да, Вадим Карасьев, спасибо вам большое за ваше время и ваши мысли. Спасибо вам, Александр. Друзья, берегите... Что вы сказали мне спасибо за мои мысли. Да, друзья, берегите себя. Всем добра и света. Следим за ситуацией. Пишите в комментариях, что думаете. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok